Собираемся на горы с Максюркой. Накачиваю упрышки. Накачиваю упрышки. Но так ничего не получилось. Нашли, оказывается, дырка в камере. Сейчас решаем вопрос с дыркой. Как ее заклеить или все-таки другую камеру надо. Но пока мы думаем, что делать с камерой, мы решили сходить на горку. Находимся мы с вами в Пильне у двоюродной моей сестры. И сказали нам, что горка здесь вообще недалеко. Сейчас мы как раз туда и идем. Даже не переключая камеру, точнее не выключая запись. Вот она как раз. Вот, горка, ты видишь, куда бы ты сейчас поехал, если бы мы... А вот вездеходные колеса. Как раз мы его с вами видели, когда приехали сюда. Это вездеход. Мотоцикл трехколесный. А вот у меня как раз... Ребята вышли на горку. Именно отсюда мы и хотели сейчас съехать, но не получилось накачать. Вау, сынок, я бы здесь, конечно, и не рискнул бы съезжать. Здесь ватрушку проткнешь. Не ватрушку проткнешь, ты там себе что-нибудь проткнешь, когда улетишь в самом низу. А вот там горка как раз для спуска. Там и видно следы от вездехода. И вон там-то вдали мужичок, рыбачок, по-моему, да, с пешней ходит, ищет, где лунку сделать. Слушай, а какая тут речка течет? Не суража здесь? Суража, наверное, дальше. И она уж больно мелкая для суры. Сейчас у Люды спросим. Да-да-да, сейчас мы вернемся домой. Пойдемте. И у Люды спросим, что же тут за речка течет. Ну, не получилось, не получилось, не будем отчаиваться. Пришлют камеру из Нижнего Новгорода нам посылкой, значит прокатимся. А пока собираемся мы сейчас к другу, к однокласснику Вячеславу сходить, у которого мы вчера были. И попробуем что-нибудь поснимать. Ну, пошли мы к Куликову Вячеславу не пешком, а нас согласилась подвезти Иришка на новом автомобиле. Заодно теперь я сижу с правой стороны, мне удобнее снимать. И мы понаблюдаем. Это у нас улица Комуна идет. Пока, как говорится, едем в гости. Полюбуемся заснеженной пильной. Не удалось мне дорогой поснимать. Мы уже приехали на улицу Ленина, дом 119, дробь 1. Здесь именно проживает мой одноклассник. Здесь у него написано «Осторожно, злая собака». И действительно, там у нас злая собака. Вот, славян, привет. Здорово. Ай, красавчик. Ничего себе, песик. Давай, мамлен, заходи. Ай. А у тебя другой пес-то был? У тебя, по-моему... Я меняю кашки. Вот, друзья, узнаете? Это, оказывается, 33 года назад мы были такими молодыми с Вячеславом. Да, и поднимали сельское хозяйство. Да, и на фоне комбайна это все было сделано. Это как раз я перед уходом в армию, а славян он уже... Первый курс института. Закончил. Да, закончил. Как раз мы, кстати, этот комбайн с тобой восстанавливали перед тем, как на нем начать работать. Вот так вот. Мы его, можно сказать, от забора взяли. Да. И с самого начала с двигателем все это делали. Да, да, да. О, это было что-то. Хотя мы с тобой не специалисты были крутые. Да, но мы с тобой много стаскивались в других комбайнах, которые восстанавливаются. Которые готовились в поле уже выйти, а мы с них уже свой восстанавливали. С вами уже свой. Ну, ладненько. Продолжаем разговор уже за кухонным столом. Сегодня 24 февраля. Я опять встречаю своего лучшего друга и одноклассника, с которым провел очень-очень много времени, который чуть мне глаз не выкнул. Чуть зуб первый мне выбил. Вспомнил, да? Вспомнил все хорошее. И еще сколько мы с ним вместе поднимали сельское хозяйство. А сколько у нас ситуаций было непростых. Это у нас и топливный насос. Пошел в разнос на комбайне, да. Когда мы даже не знали, что это такое. Да, комбай набрал скорость 120 км в час по полю. Да. Который он ездил не больше 20 км. Когда он поехал так, чтобы мы не знали, что делать, но не растерялись. И вот у меня мой друг Мишель взял и из топливного насоса выдернул шланг. Тем самым отключил питание от насоса. Иначе беда была, случилась. Потом у нас ситуация была, что шланг, этот самый, лопнул. На комбайн Нива была. На нем поворачивали только задние колеса. И на него шли гидравлические шланги. И у нас в одно время, ну, правда, мы ехали по полю, лопнул шланг. И все, и руль уже пошел. Ну, мы вовремя сообразили и остановили такую бочдай. У меня пилот сидел. Он говорит, а мы без шлага доехали. Ну, да, потом как-то доехали. Заглушили его. Ну, да. Да, заглушили. Болтом. Допустим, если на такой гидравлике, да, который помогает рулить, лопнет шланг, ты там, как говорится, без гидроусилителя, но ты повернешь. А там он просто за счет гидравлики. То есть, если гидравлик отказывает, вылетает масло, то все, рулю вообще не повернешь. То есть, там чисто вот за счет цилиндра поворачивались колеса. Да, была такая ситуация. Ну, в общем, мы свою жизнь нажали около 300 тонн хлеба от нормальной пшеницы. То есть, мы свою семью и наши семьи обеспечили, думаю, до конца жизни хлебом. Дай Бог, в нашем доме и в наших семьях был хлеб и были булочки. Да, да, да. А помнишь, когда мы приехали сжать тогда овес, по-моему, был? Да. И чтобы побыстрее набирался бункер, там есть такая регулировка, можно прибавить, оно пойдет с травой вместе, как говорится, но бункер будет набираться быстрее. И мы тогда вот это все думаем. А раз, когда мы 90 тонн нажали за одни сутки, когда у нас комбайн как раз пошел нормально в работу, мужики сели обедать, а мы стали по очереди обедать. Да, да, да. И они нас заставили, говорит, все, комбайн останавливайте, а мы не остановим, говорим, мы будем работать на нем. Помнишь, что 90 тонн нажали прямо за этот, как вот. И, кстати, у нас, мы бы еще и больше нажали, у нас полетели ножи прямо пополам уже. Не выдержать такой нагрузки, чтобы мы все это делали. Столько времени работали. Да, да, да. Без остановок шпарили. Действительно, это было так. Я вспоминаю. Это самый был такой у нас плодотворный день. Да, вот был один десантливый день. У нас не только учебная деятельность, но и трудовая деятельность была, а сейчас дружеская деятельность. Мы до сих пор, вот, я думаю, что не в каждом классе, не в каждом классе, 40 лет уже прошло, как закончили школу, вот нам уже почти что за полтинник всем, но мы до сих пор, наш класс поддерживает дружбу. КОНЕЦ Славик, Славик, Сима, ты где там, Сима? Винок. Анютка. И тут появляюсь я. Валяй, весь какой-то черный, как негр. Их принесли. Мы сейчас фото заставили снимать. На, Анька, снимай меня тоже. Я не люблю рыбу, люблю, да? Наливай. Нет, нет, нет. Води. Приключи, Шулька. Нам сейчас нальют, и мы начнем торжественную часть. Наконец-то свершил. Слушай, Матру. Да, и общаемся. И Баринова большое спасибо. Саня, я знаю, что ты нас смотришь. Большое спасибо, что ты нас сейчас наклассников создал. Я ему сегодня звонил. Он вчера ездил, у него было немножко такое мероприятие не очень хорошее. У него у жены умерла тетка. И вот, но сегодня у него приехал сын старший. Они вот сейчас жарят шашлыки. Будет топить баню. Когда мы все соберемся, я говорю, мы тебе позволим. Мы сегодня обязательно выйдем на видеосвязь со всеми. Эти цветами, естественно. У нас, ребята, идет видеосовещание. Это сейчас для Ютуба идет, да? Идет у нас связь с Ютубом. Миш, поближе мне телефон. Да, ну у нас не выкладывают халаты. Да что? Ну снимите халаты. Давайте без халатов снимать. У меня уже сегодня он снимал все, что вон. Словнище. С одноклассниками. Да, у нас встреча с одноклассниками. С одноклассником. Нет, Камия. А, Камия. В общем, с вами. В общем, я, не знаю, на два фронта работы. И на Ютуб, и с вами. Одним словом, у нас все замечательно. Что вы выключили. А у нас 35 лет в этом году. Миша, ты должен взять отпуск. Вот этот красилипу скажите первому. 35 лет будет. Кстати, юбилей, ребят. Я приглашаю вас всех на юбилей. На мой юбилей. Миш, куда ехать? Слушай, 35. Где мои 35, а? Ну давайте мы действительно в этом году обязательно. Потому что у нас тут столько аппаратуры. Мы не знаем, где убавлять, где прибавлять. Не знаем, что наливать. Чего мне учиться? К чему? Держи. Да, чего я тут держу два телефона? Тут со своим бы разобраться. Ну как сижу, он сижу. Он у меня блокер сидит здесь. Блокер. День не делает. А я сижу, к чему, стол закрываю. Так, ну что, начнем с чего. Ты не так, ты не в обниму, Ксения. А то мы как будто сидим на камеру работаем. Мы как будто с тобой в обычной автомножке. Ну давай скажем, помнишь, как у нас начинают проводить? Сказать, вы это самое, пожалуйста. Говори. У нас идет видеоселекция. Или как это называется? Селекторное совещание. Ну-ка, славлекция. Видеосовещание. Видеосовещание. Давай. В общем, у нас, ребята, идет... Я тебе говорю, убавь там звуков, а нет. Убавь, да. Выключай. Не надо, а зачем тебе там слышат? Слышат здесь все. Да, да. Все, ладно, хорошо. Убавляй. У нас тут нужно доелно смотреть. Все, друзья, мы ненадолго прерываемся, но мы не будем участвовать. Здесь впереди все самое интересное. Давай.